Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 сентября, день Сазонта, назван в честь святого мученика Сазонта. Он был добрым нравом и исполненный благих дел, ибо в законе Господнем поучался день и ночь. Однажды, пася овец у источника, у которого рос большой дуб, Сазонт уснул сладким сном и увидел божественное видение, в котором его призывали к подвигу мученическому. Пример его принес многим пользу. Он вошел в капище и сломал идола. За это был схвачен и жестоко подвергнут пыткам, от которых умер. С этого дня крестьяне начинали торговать репчатым луком. Говорили, лук – овощ от семи недух. Это один из тех овощей, которые не только питают, но и помогают бороться с самыми разными заболеваниями. С дня Сазонта начинались гуляния парней, поскольку по завершению полевых работ юношей забирали в солдаты, а перед этим им давали немного времени для отдыха и развлечений. Они надевали праздничную одежду и ходили в гости, устраивали шуточные потасовки, принимали участие в играх. Приметы. Много шелухи на луке в суровой зиме. В этот день рекомендуют париться для укрепления здоровья. Если хотя бы одну луковицу испечь раньше, чем весь лук будет собран с огорода, урожай может пропасть. Выключаем. И у нас с вами получился напиток. Клюквенный морс. Наиболее полезен, потому что он приготовлен на структурированной воде. Причем вода эта еще талая, да, она еще настойная, она кремния. Получается тут три в одном. Вот. Этот напиток можно хранить в холодильнике. А мы с вами еще попробуем его. Так. Итак, что делает клюква? Она стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кровь. Причем она очищает кровь от разного рода микробактерий, грибков, которые в ней живут. И делают нас больными. Чем чище у нас будет кровь, тем, значит, у нас будет здоровее организм. Вообще, с целью очищения организма от различного рода микробов, можно употреблять клюкву до еды просто-напросто по 50-100 грамм в чистом виде. Но, важно отметить следующее. Так как в ней очень много фруктовых кислот, сама по себе она очень кислая, она воздействует на ямаль зубов, может их разрушать, набивает оскому, поэтому лучше всего, как я вам сказал, ее использовать в виде морса, который мы с вами сделали. Этот морс мы с вами будем хранить в холодильнике. И употреблять тогда, когда надо. Плюс, что еще получается? Так как мы сюда добавили немножечко меда, он смягчает кислые свойства клюквы. И напиток более получается приятный, более полезный во всех отношениях, не теряющий никаких своих свойств. Кстати, в сухое время года, в холодное время года, когда кожа сохнет, очень хорошо использовать этот морс, пить его по стакану, перед едой, и вы будете меньше сохнуть, то есть ваш организм будет удерживать воду. Этот же морс можно и использовать, и в теплое время года. Ну, если клюква, конечно, сохраняется. Важно отметить, что клюква противопоказана при язвенной болезни, поэтому ее использовать не надо. Можно использовать клюкву с настоем шиповника. И как раз это у нас клюквенный морсик, приготовленный на ваших глазах. А это я сделал настой шиповника. Сейчас мы все это смешаем с вами и попробуем, чем знаменит настой шиповника. Настой шиповника знаменит тем, что содержит огромное количество витамина С, так нужного для нашего организма. Кстати, и клюква не уступает ему в этом. Так. И теперь мы с вами смешаем и попробуем сначала, что у нас получается. Вообще важно отметить, что клюква хорошо хранится в холодильнике и в нужный момент ее легко приготовить. Ну, вот как я на блендере раз и получился наисвежайший клюквенный напиток. Совсем другой вкус, более такой какой-то приятный, более изысканный. 21-й лунной сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас в самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. 22-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...